Все новое, это хорошо забытая старая. Чебоксарский театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля открывает 84-й театральный сезон премьерой по мотивам известной сказки «Репка». Ее расскажут по-новому. Классическая сказка о Репке получила второе рождение и превратилась в загадочную детективную историю, где по ночам пропадают овощи и фрукты, а главные герои постоянно ссорятся друг с другом. Неизменным в сказке осталась разве что сама Репка. Авторы сказки применили все правила настоящего детектива. Создали конфликт между персонажами, добавили в него двух злодеев, крота и хамелеона, а главное, сохранили интригу до последнего момента. Рок и рэп внесли динамики в сюжет. Несмотря на то, что мы, животные, друг с другом поругались, мы поругались со своими хозяевами, несмотря на конфликт между нами, мы готовы прийти на помощь. И дети тоже должны увидеть, что несмотря на то, что что-либо там происходило в семье, вообще в личностных отношениях между друг с другом, всегда нужно оставаться добрее, оставаться человеком и помогать друг другу. У сказки нет жестких возрастных ограничений. Она будет интересна и детям, и взрослым. Каждый увидит в ней свой смысл. По словам режиссера Натальи Шамбулиной, Репка превратилась из обычного овоща в символ. Репка – это то, что тянет назад, заставляет человека откладывать свои дела, а по сути и жизнь на потом. Мы учим детей брать ответственность за тех, кого мы приручаем, уметь прощать, уметь любить, уметь подавать руку и все решать в команде. Нынешние современные дети этого не умеют, потому что они берут пример с кого? С нас, со взрослых. Мы перестали им показывать это, мы перестали давать пример. Пусть этот пример подает театр. Когда я вижу, что вот сидят в зале дети, и у них глаза горят, я от них получаю, я отдаю. Когда ребенок приходит сюда, он все равно окунается в этот волшебный мир сказки, и он оживает. В новом сезоне также планируется показ пьес «Капитанская дочка», «С нами голуби», «Муха-Цокотуха». Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика.